Всем привет! Это Джусик, седьмой выпуск, и ваша Талия. Не обращайте внимания на мой голос, просто я простыла. Чего вам этой студии навесной категорически не советую. Не болейте, мои дорогие. PlayStation 4 будет в разы производительнее PC. Благодаря архитектуре консоли и сотрудничеству с компанией AMD, Sony смогла добиться невероятной вычислительной мощности. PlayStation 4 оснастят гибридным центральным процессором Jaguar новой технологией, которая позволит установить центральный процессор и графический процессор на одном уровне. Все это позволяет существенно увеличить скорость передачи данных между этими компонентами и одновременно уменьшить потребление энергии. Большинство разработчиков также согласились, что игры на новую консоль Sony создать будет гораздо проще, благодаря схожести PC-архитектуры. Если PC 3 имела уникальную архитектуру, то теперь разработчики смогут использовать максимум возможностей для создания беспрецедентных игр с широким спектром социальных возможностей и качеством нового уровня. Не могу представить, какими же будут игры на консоли следующего поколения. Нам остается только ждать и верить, что мы увидим что-то совершенно невероятное. В сети появились слухи о начинке Battlefield 4. По слухам, изначально в игре появятся карты для 64 игроков. Однако в дальнейшем EA планирует выпускать более масштабные карты для 128 игроков. Причем количество дополнений будут в разы больше, чем для третьей серии шутера. Battlefield 4 создают на движке предшественника Frostbite Engine 8 2. Однако разработчики пообещали представить улучшенную графику, текстуры высокого разрешения, а также более качественные эффекты. Если верить источнику, в игре появятся три фракции. США, Россия и пока неизвестный Азиатский Альянс. Разработчики готовят четыре класса персонажей, которые получат собственные уникальные возможности и опции для настройки, сходные с Battlefield 3. Более того, в игру вернется одиночный и кооперативный режимы компании, над которыми в настоящий момент работают как ветераны серии, так и новые сценаристы серии. С момента выхода четвертой серии шутера, игроки получат доступ к премиумным возможностям, которые включают в себя расширенный список опций для группировок, новые игровые режимы, больше социальных возможностей и многое другое. Причем в игре появится большинство видов оружия и военной техники из Battlefield 3. Valve анонсировала новые возможности в сети Steam. Та самая возможность позволит геймерам влиять на разработку игр. Программа Early Access позволит игрокам общаться с разработчиками и предлагать свои идеи для создания игры. В отличие от предварительных заказов, новая программа позволит моментально купить и скачать последний билд игры, над которым сейчас трудятся разработчики. К числу первопроходцев новые программы можно приписать в военный симулятор Arma 3, который уже доступен в альфа-версии. Таким образом, Valve позволит игрокам активно участвовать в обсуждении дальнейших планов создателей, развитии проекта, а также информировать разработчиков о найденных багах и проблемах. Bethesda Softworks представила новую информацию о The Elder Scrolls Online. По словам тех немногочисленных счастливчиков, которым довелось первыми лицезреть многопользовательскую онлайн-игру во вселенной The Elder Scrolls, новый проект многим отличается от всех предыдущих серий игры. И в то же время неминуемо напоминает о ней. В игре появятся знакомые фанатам The Elder Scrolls 5 Skyrim, система крафтинга и усовершенствованная система квеста. Система управления пользовательского интерфейса в игре также изменится. К сожалению, многие игроки обнаружат, что управлять своим персонажем так же, как и в Skyrim, не получится. Разработчики постарались скомбинировать систему управления в серии The Elder Scrolls с привычной в системе в ММО играх. Более того, разработчики решили остановиться на сражениях от первого лица. В The Elder Scrolls Online появится три класса – Рыцар Дракон, Колдун и Тамплиер. Как бы то ни было, разработчики позволят игрокам смешивать классы, к примеру, создавая из колдуна лучника. В отличие от других многопользовательских онлайновых игр, в игре не будет рейдов. Как отметил директор проекта, это не была бы игра из серии The Elder Scrolls. Как бы то ни было, в игре все же появятся подземели, где три фракции четырех храбрецов смогут устроить сражение друг против друга за контроль над Сиродиилом. Напомню, что Elder Scrolls Online готовится к выходу на PC и Mac в этом году. Activision собирается представить миру новую игру из серии Форсаж. Издатель подтвердил, что готовит новый проект, детали которого анонсируют в ближайшее время. Ранее в сети уже появились слухи, что уже в мае издатель выпустит новую серию под названием Fast and Furious Shutdown. Тем не менее, дистрибьютор видеоигр, который случайно опубликовал информацию до официального анонса, вскоре удалил страницы с описанием игры. Компания подтвердила, что в ближайшее время расскажет о новом проекте. Мы готовимся представить полную информацию об игре в ближайшее время, заявил представитель Activision. Разработкой проекта, по слухам, занимается студия Firebrand, которая ранее выпустила игру на Scar Unleashed, а также помогала в разработке над сериями Greed и Need for Speed. Причем участие Firebrand в разработке может говорить о готовящемся релизе игры на консолях. Последняя игра из серии Fast and Furious 7, Adrenaline, вышла на iOS и Windows Phone 7. Очень интересное событие заставило говорить всех о себе. Дело в том, что Capcom и Valve Corporation объединились, чтобы создать совместное дополнение к Resident Evil 6 и Left 4 Dead 2. Обе игры получат по дополнению главным героям обеих серий. Персонажи Left 4 Dead 2, Коуч, Ник, Элис и Рошель появятся в Resident Evil 6 в эксклюзивном для PC режиме The Mercenaries No Mercy. Более того, такие мутанты как Танк и Ведьма также появятся в игре, наводя на игроков неистовый ужас. В то же время, особенные мутанты из Resident Evil 6 наводнят PC-версию Left 4 Dead 2. В зомби-шутере Valve появятся три новых персонажа – Лепатица, Напад и Огромен. Оба дополнения выйдут эксклюзивно для PC-версии обоих игр и появятся абсолютно бесплатно. Игроки Resident Evil 6 получат дополнение 5 апреля, а дата выхода дополнения Left 4 Dead 2 пока не анонсирована. Как бы то ни было, Valve планирует выпустить дополнение весной 2013 года. Carmageddon Reincarnation появится на консолях нового поколения. Студия Stimeless Games пообещала выпустить реинкарнацию серии брутальных гонок благодаря собранной сумме в 3,5 миллиона долларов на платформе Kickstarter. Лес Эдгар, основатель Bullfrog Production и бывший вице-президент европейской студии Electronic Arts, внес 625 тысяч долларов из личных активов, чтобы разработчики смогли выпустить игру на новом оборудовании. Естественно, такие инвестиции не остались незамеченными разработчиками. Главный инвестор проекта, Эдгар, объяснил свои вложения непоколебимой верой в талант Stimeless Steel. По словам основателя Bullfrog, он восхищается работами студии и верит, что серия Carmageddon вновь зазвучит на весь мир. Deep Silver выпустила новый ролик зомби-экшена Dead Island Drip Tide. Главные герои обманулись, считая, что смогли сбежать из тропического ада. В ролике создатели также представили главного героя из оригинальной серии игры, который станет пятым членом команды. Моряк Джон Морган уже видел собственными глазами все ужасы заполненного зомби-тропического острова. Теперь перед командой стоит единственная цель – выжить на острове после кораблекрушения. Quantic Dream назвала свой новый проект Beyond Two Souls самым амбициозным проектом с охватом движения. Разработчики потратили целый год, чтобы оснять действия актеров для 300 персонажей. По словам разработчиков, несмотря на огромные труды, геймплей займет около 12-15 часов. Как бы то ни было, все будет зависеть от игроков. Разработчики постарались дать актерам максимум свободы, чтобы позволить игрокам делать все, что захочется. Beyond Two Souls готовится к выходу эксклюзивно на PlayStation 3 в начале октября. Видео-игры и компьютерные развлечения вызывают повреждения мозга игроков. Доктор, прости господи, Чоу Юан Хуа заявил, что видео-игры снижают приток крови к мозгу, что при длительном воздействии может привести к необратимым изменениям нервной системы человека. Доктор проводил свое исследование на группе из 30 человек. Юан Хуа измерил кровяное давление 25-летних молодых людей до и после игры в течение всего 30 минут. На основании полученных результатов доктор заключил, что акт игры вызывает замедленный приток крови в мозг, причем воздействие на протяжении длительного времени это может привести к серьезным повреждениям. Другой ученый, профессор Оксфордского университета Баранес Гринфилд, пошел еще дальше. По словам профессора, еще больше эффектные изменения центральной нервной системы оказывают шутеры. В качестве тестовой группы выбрали 22 молодых человека. Одна группа играла в шутеры в течение 10 часов первую неделю, а затем неделю отдыхала. Вторая группа две недели не играла вообще. Магниторезонанская сканирования показала разницу в активности мозга у играющих молодых людей, которая была заметна уже через одну неделю. Активность важных областей мозга действительно менялась у геймеров, которые проводили за игрой более 10 часов в неделю. Это говорит нам о том, что компьютер влияет не только на физическое, но и на психологическое здоровье человека. Это были самые интересные новости этой недели, бережно отобранные у интернет-троллей вашей талии и группой сценаристов. Еще раз сори за мой простывший голос. Всем пока, ваша талия. Редактор субтитров А.Семкин